Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Металлургического завода Павлу Мочелову. С инициативой создания монумента вышли жители Кировского района. Они предложили установить его в год 110-летия со дня рождения Павла Петровича. На торжественном событии побывала мэрия Елчан. Отцу, основателю металлурга, так называют его жители района, Павлу Мочелову сегодня открыли памятник. Скульптура высотой более трех метров выполнена из гранита и бронзы. Работа над ее созданием длилась около полугода. Автор монумента – московский мастер Салават Щербаков. Он победил в конкурсе, в котором участвовали еще пять его коллег. Мы памятник делали в очень жесткие сроки. График был очень короткий, но мы очень постарались и хотели, чтобы он украсил ваш город. С инициативой о создании монумента выступили жители Кировского района, ветераны завода и семья Павла Петровича. Он более полувека своей жизни посвятил становлению и развитию авиационной и металлургической промышленности Самары. Одновременно с возведением завода в 50-е годы был построен целый район металлургов. Жилые дома, детские сады, школы, больницы, дворец культуры, парк с озером и стадион. Сегодня в Самаре очень интересный исторический день. И еще раз покажут, что наш город Самара ценил, ценит и любит настоящих тружеников, каким был Павел Петрович Мочалов. На торжественное открытие памятника приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я очень рад тому, что вслед за площадью, Домом культуры, здесь появляется памятник Павлу Петровичу Мочалову. Павел Петрович сделал очень многое и для жителей, не только для тружеников завода, но и для всех жителей. Темпы строительства, жилья, объектов социально-культурной сферы достигли небывалых высот. И эти традиции поддерживались в дальнейшем руководителям предприятия. Площадь имени Мочалова вместе с бульваром Металлургов комплексно обновили в этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь уложили 18 тысяч квадратных метров плитки, установили новые дизайнерские скамейки, удобные бульварные диваны и 110 урн. Кроме того, отсюда убрали незаконный рынок. В порядок приводят и фасады домов, расположенных на проспекте. Мэри Елчан, Василий Калдашов, События. Очередь в Самарские детские сады сократится на треть. В городе до конца года введут в эксплуатацию несколько новых зданий для дошкольных учреждений. Детский сад на Георгия Ратнера практически готов к открытию. Здесь завершена чистовая отделка, благоустраивают прилегающую территорию. В здании детского сада на Алма-Атинской приступают к покраске стен, монтажу потолка и установке сантехники. В строящемся здании детского сада на улице Ташкентской установлены большие витражные окна, заканчивают красить фасад. Смонтирован теплоузел и с момента подачи отопления работы на объекте будут проходить круглосуточно. Еще один новый детский сад появится в микрорайоне Волгарь. Его введут в эксплуатацию в следующем году. График работы напряженный, подгонять придется. И такое поручение мы имеем и от главы города в первую очередь, и лично. И глава города, и я как руководитель департамента, чуть ли не ежедневно на этом объекте ведем строжайший контроль. Основная задача сейчас запустить тепло. И буквально на днях сегодня-завтра у нас на эти объекты уже пойдет тепло. Также в этом году откроют два детских сада, которые расположены в зданиях, возвращенных в систему дошкольного образования. Это строение на Карла Маркса и Ново-Вокзальной. Открытие этих детсадов позволит обеспечить местами еще порядка 500 детей. Более 13 тысяч человек в Самаре временно остались без газа. В полдень сработала автоматика на газорегуляторном пункте сети, который расположен по адресу Невская-2. Специалисты немедленно выехали устранять неполадки. На время ремонтных работ было нарушено газоснабжение в 156 многоквартирных жилых домах Октябрьского района. Ситуация на контроле МЧС России по Самарской области. На время отключения газоснабжения горожан просят не пользоваться газовыми приборами и перекрыть краны. При обнаружении запаха газа в помещении нужно открыть окна для проветривания, не зажигать огонь и не пользоваться электроприборами. Далее коротко о других событиях дня. Оранжевый уровень метеоопасности продлен в Самарской области до 26 ноября. Как отмечают синоптики, в регионе сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 и более градусов. 78-летний пенсионер получил ожоги при хлопке газа. ЧП произошло в Самаре утром в воскресенье. Уже через 3 минуты на место происшествия в квартиру 11 дома по улице Академика Кузнецова приехали сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Выяснилось, что и произошел взрыв газового баллона для портативных газовых приборов, а затем загорелись домашние вещи. Пожар жильцам удалось потушить своими силами. Как сообщили в ведомстве, никто не погиб. Но в больницу Пирогова был направлен пенсионер. Он получил ожоги руки и лица. В отремонтированном сквере Фадеева вандалы испортили новую спортивную площадку. Территорию полностью благоустроили и обновили в этом году. Как сообщает пресс-служба администрации Самары, за последние несколько дней в сквере сломали часть забора и сидения на спортивной площадке. Представители мэрии обратились к жителям с просьбой бережно относиться к общественным пространствам. Как разбираться в малых закупках и развивать свой бизнес при помощи электронных торгов. Об этом говорили на семинаре для предпринимателей в железнодорожном районе Самары. Наш корреспондент Анатолий Головко пообщался с экспертами-экономистами и готов поделиться подробностями. Вадим Агарков занимается продажей электротехнического оборудования, осветительных приборов, спецодежды и инструментов. Его компания новая и только начинает развиваться. Вместе с коллегами молодой человек планирует открыть несколько дополнительных филиалов в городе. Мужчина решил посетить семинар, чтобы получить знания об электронных торгах. Пришел на семинар стендинг получения новой информации по поводу закупок, так как это основное в развитии бизнеса сейчас приоритетное направление. Для участников семинара подготовили лекции о государственных, муниципальных и корпоративных закупках. Законодательство в этой сфере постоянно обновляется, поэтому предприниматели познакомили со всеми тонкостями юридических процедур. Для участия в электронных торгах необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе, получить электронную подпись, открыть счет в банке, а также уметь просчитывать риски, находить закупки и заключать контракты. Об этом и многом другом гостям рассказали опытные спикеры. Во-первых, это репутация на рынке, это опыт, потому что когда участвуешь в государственных и муниципальных закупках, там везде нужен опыт. А как опыт приобрести? Сначала принять участие в малых закупках, это очень важно. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. По словам специалистов, на сегодняшний день закупки являются одним из ключевых факторов успешного развития бизнеса в регионе. Малые закупки сейчас очень распространены, в том числе в Самаре, в Самарской области. Есть площадки, в которых можно достаточно дешево поучаствовать и выиграть тот или иной проект и, соответственно, получить доход от реализации данного проекта. До конца года в Самаре проведут еще 10 семинаров и лекций для предпринимателей. Им расскажут о маркетинге, грамотной презентации бизнеса, мерах поддержки, финансовой и личной грамотности, работе в социальных сетях, социальном предпринимательстве и о пяти шагах для открытия собственного бизнеса. После этого все желающие смогут получить личную консультацию. Участие в семинарах бесплатное. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов, События. Благословленная работа. Храм святителя Спиридона Тремифунского впервые открыл свои двери после полугодового перерыва. В это время внутри шли работы по росписи основного зала. Если раньше здесь были пустые стены, то теперь сюжеты и орнаменты поражают своими яркими красками. Андрей Горгуленко был одним из первых, кто восхитился искусной работой. Знакомые библейские сюжеты и лики святых теперь смотрят на прихожан со стен храма святителя Спиридона. Основной зал впервые открыл двери в новом виде. Над фресками работали 19 московских художников-иконописцев, которые уже более 10 лет расписывают храмы по всей России. Особое внимание они уделили фону. Золотой цвет сочетается с белым. Это символы небесного царства и божественного света, который проявляется на земле. Изначально была идея создать из многих-многих сюжетов, композиций, образов святых, орнаментов, создать ощущение именно радости. Радости от того, что мы можем быть со Христом. Сложность для работы создавала особая внутренняя планировка. Сам храм небольшой по площади, но он вытянут высоко наверх. Сюжеты и образы написаны на основе византийского стиля 12-13 веков в современной интерпретации. Основная часть работ позади. Осталось только дописать несколько ликов святых, а также декорировать столбы. Но уже сейчас прихожане храма восхищаются проделанной работой. Я вот смотрю на все это, да, такое великое, просто сделали изумительно красиво, изумительно спокойствие. Какой-то здесь вот сразу заходишь в зал, вот большой зал, и сразу чувствуется, что какое-то благодеяние хорошее было. Храм расписывали полгода, но службы в это время не прекращались. Летом молились на улице, а в плохую погоду спускались в нижнюю часть храма. И вот теперь основной зал предстал во всей красе. Ждали, терпели, надеялись, прям очень хотели вернуться, вернулись. Мы надеемся, что вот эта роспись, она будет для людей, той возможностью прийти к Богу, когда не через слово, но через картину, через образ это будет возможно. Открытие храма после росписи отметили широким праздником. Гостям предлагали отведать церковную трапезу и наливали горячий чай. Детей катали лошади, а самые спортивные состязались в перетягивании каната. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Мар-2. Чуваши, русские, украинцы и еще более сотни национальностей проживают в Самаре в мире и согласии. Как это им удается, узнал у представителей диаспор Сергей Кизоркин. Он побывал на городском межнациональном празднике «Народы Самары. Единая семья». Русская гармошка и чувашская дудочка. Эти музыкальные инструменты помогли татарскому тамаде Митхату Аминову стать своим в любой компании. Он не только веселит друзей и знакомых, но и регулярно выступает на разных фестивалях. Вот и городской межнациональный праздник «Народы Самары. Единая семья» не стал исключением. Музыкант-самоучка уверен, культурная ассимиляция сближает народы. Столько друзей здесь приобретаешь, обменяешься телефонами и начинаешь дружить. Понимаете, раньше только татаро сидишь играть, а тут армяне приходят, украинцы. Они каждый на своем языке что-то болтаешь, разговариваешь, учишься у них. Это культуре их не передаваемость. Организовал музыкальный фестиваль в концертном зале музея Алабина «Украинский национально-культурный центр «Луч». Почти 30 лет коллектив развивает и укрепляет межнациональные отношения в Самаре. Сохраняет традиции народов. Их проживает в мегаполисе более полутора сотен. От коренных мордов и чувашей до тех, кто приехал из бывших республик Советского Союза. Все мы являемся все равно русскими. И даже если куда мы попадаем за границу, мы там для всех все равно являемся русскими. Даже все жители Советского Союза все равно за границей являются русскими. И это нас всех в ментальном формате объединяет. Это есть наша национальная идея. На первый городской межнациональный праздник Самары народы, единая семья, приехали семь братских народов. Русские, чуваши, украинцы, татары, белорусы, мордва и башкиры помогли организовать концерт «Самарский дом дружбы народов» и городская администрация. И основная задача, основная цель сегодняшнего праздника – это объединение народов многонациональной Самары, чтобы в очередной раз показать, что у нас одна земля, у нас одна культура. И живем мы в одном многонациональном городе. Городской праздник народа Самары «Единая семья» станет ежегодным. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!